Здравствуйте! Сегодня в программе онлайн ПД третьего сектора я Сергей Суходойченко и хочу сказать, что программа создана институтом развития креативных технологий у нас медиа, мёртвые телерадиокомпании Марионгорода, и общественными организациями Украины, и зарубежными общественными организациями. Наш информационный партнёр, громадская организация, громадский простер. И сегодня с нами в прямом эфире Ольга Рожкова, Ассоциация защитников, Крымская Ассоциация защитников животных. И сегодня Ольга нам расскажет о том, как в наш город пришла организация «Четыре лапы». И я до сих пор ещё хочу понять, «Четыре лапы» — это общественная организация или это проект? Ольга. Да, сейчас я расскажу в двух словах. Вообще «Четыре лапы» — это прежде всего организация, у которой есть разные проекты. Ольга. Организация эта международная, базируется она в Вене и работает в Украине с прошлого года. Как раз со своим одним из проектов, который посвящён массовой стерилизации бездомных собак. То есть в прошлом году эта организация подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством экологии и природных ресурсов Украины. И с тех пор работает, вот до Евпатории она проработала порядка в девяти городах Украины. А в каких городах? Львов, Киев, Луцк, Запорожье, Николаев, Житомир — это вот те города, которые я знаю точно. С зоозащитниками практически всех этих городов мы общались. А в Крыму впервые, да? Да, в Крыму. В Крыму, да. И в Крыму, если всё сложится нормально, будет первым городом. Вообще первым городом должен был быть Севастополь, потому что ещё осенью прошлого года там был подписан меморандум. Однако перед подписанием договора власти Севастополя отказались от помощи четырёх лап. Поэтому 11 февраля, когда в Евпатории были подписаны и меморандумы договора о сотрудничестве сразу, таким образом автоматически Евпатория становится первым городом в Крыму, где будут работать четыре лапа. А почему отказались? Отказались, но с моей точки зрения, с точки зрения зоозащитников, это связано с тем, что они не хотят эффективно решать проблему. Я имею в виду власти Севастополя, у них есть определённое бюджетное финансирование, которое они проводят через определённого частного предпринимателя, и четыре лапы как бы им особенно не нужны. То есть политической составляющей здесь нет, да? Нет, здесь не политика, здесь как бы финансовые составляющие, но они должны быть не политики, но они зато в финансовой сфере очень хорошо связаны. То, на что выделяются бюджетные средства, это всегда тема для обсуждений и для разных махинаций, вы не знаете. Ну, я сам не знаю. Ну, догадывается, по крайней мере, как мы все. В чём заключается проект и как он будет осуществляться? Проект, который приходит с организации «Четыре лапы». Вот проект, который придёт в Евпаторию, который проводился в разных городах Украины, это проект по массовой стерилизации бездомных собак. Я буквально ещё одно слово скажу, что в Украине «Четыре лапы» работают ещё по проекту, связанному со спасением медведей, но для, допустим, Крыма это не очень актуальная тема, и конкретно Евпаторию, когда мы ввели переговоры с «Четырьмя лапами», мы непосредственно их просили приехать и помочь с решением проблем бездомных животных. Вот. И проект предусматривает массовую стерилизацию бездомных собак, то есть в город заезжают в мобильные клиники, приезжает служба отлова непосредственно самой этой международной организации. Они массово отлавливают ежедневных собак бездомных, их стерилизуют опять-таки массово, порядка 30-40 собак в день, передерживают, обрабатывают от паразитов, прививают от бешенства, флипсуют, и потом уже заносят в базу этих животных, ну и выпускают их, вывозят назад как бы непосредственно оттуда, откуда они их взяли, с конкретной улицы, с конкретного района, и отправляют их назад в среду обитания. То есть это вот в двух словах, как будет выглядеть проект. Так, ну и мне кажется, что если общественная организация, они должны работать с общественными организациями, да, в городе, или нет? Да. Есть такое условие, или нет? Да, есть такое условие, то есть формально они заключают договор и меморандум с властями города, чтобы иметь как раз формальную причину нахождения и работы в городе. Однако и в самих этих документах, и непосредственно как бы в живом общении, они каждый раз говорят, что без общественных организаций они проект не реализуют, потому что в их бригаде иностранцы, люди, которые как бы не знакомы с местной спецификой. И понятное дело, что там исполком не будет искать там волонтеров, да, или определять, где ставить собак, и контролировать процессы отлова, и присутствовать на отловах. Это все должна делать общественность города, ну, соответственно, общественные организации, которые могут аккумулировать и собирать инициативу общественности, территориальные громады в целом. Ну, я знаю города, в которые приходит проект, который требует работы с общественными организациями, и та организация, которая организовала этот процесс, остается в стороне, потому что город создает новую общественную организацию именно под этот проект, под эти деньги, которые приходят извне. Вы не боитесь остаться в стороне? Ну, во-первых, деньги здесь не приходят, то есть, Четырелапы привозят свои деньги, они в себя их вкладывают, то есть, деньги здесь нигде не проходят. Другое дело, что, я думаю, это только Евпатория, такой город, по которому вы ситуацию описали. Неужели еще такие города есть вообще в Украине? Этих полно в Украине городов. Ну, конечно, мы не то, что боимся, ситуация уже как раз так и развивается, и, как бы, каждый день, слушая радио или читая местную прессу, мы каждый раз с удивлением обнаруживаем, что, оказывается, Четырелапы исключительно заслуга властей, а зоозащитники, допустим, лица нашей организации, не то, что не помогали, они вообще, оказывается, всячески мешали приезду Четырех Лапов. Ты говоришь, я слушаю радио, вот газеты, сколько здесь, две газеты. Ну, я опираюсь на конкретные выпуски газет. А радио, мне кажется, вообще не стало селеет в городе радио. 105,9 минутка с мэром, потом длительный древний прошлый четверг с нашими главными защитниками животных во власти. То есть радио еще в городе есть, да? Ну, по крайней мере, для таких целей, которые были в четверг озвучены по четырем лапам, оно есть, потому что за все остальное я ручаться не могу. Я просто хочу сказать, что мы, как бы, предвидя такую ситуацию, изначально предложили Четырех Лапов подписать с нами непосредственно соглашение о сотрудничестве, чтобы мы выступали партнером, независимо от поведения властей, и помогали Четырех Лапов, причем не только на территории Евпатории, но и на территории АРК Крым. Поэтому на данный момент у нас такое соглашение подписано, однако я понимаю, что в случае с нашими евпатористскими властями даже ОМОН не дает гарантию, что мы будем участвовать в этом проекте. Однако, поскольку для нас главной целью при приезде Четырех Лапов, которая является работа, а не, допустим, чтобы наше имя везде висело, то мы все равно ту работу, которую мы считаем необходимой для общественности провести, мы ее проведем. Ну, а там будем смотреть, как будет складываться ситуация. Ну, судя по разговору, по диалогу, который сейчас происходит, если ты говоришь, что уже создается общественная организация для работы с Четырех Лапами, значит, проект будет и организация будет работать. Вы имеете в виду местные организации? Ну, во-первых, это говорю не я, это мэр написал. То есть, если при подписании 11 февраля он говорил о том, что раньше и в Патриевских властях были определенные разногласия с зоозащитными организациями, то после 34 Лапов все наладится, то уже, допустим, в среду и в четверг он стал говорить о том, что наконец-то в городе нужно создать мощную зоозащитную организацию. А, ну, значит, проект удастся. Каждый может интерпетировать это как хочет и соотносить выступление одного дня, потом выступление другого дня, но, тем не менее, это, в принципе, ситуация, которая нас не удивляет. Ну, в общем, получается, что все идет. Если заявлено о том, что город будет работать, значит, нужно предложить усилий, чтобы в стороне не остаться Крымской ассоциацией защитников животных. А, собственно, роль, ну, я понял, что ассоциация привлекла этот проект в город. И дальше действия ассоциации. Что будет делать ассоциация вне зависимости от развития? Я же так понимаю, даже если ассоциацию будут отстранять, вы все равно не бросите то, чем вы занимаетесь. Ну, конечно, мы 4 года этим уже занимаемся, уже, наверное, 5-й год в Евпаторию, поэтому это невозможно просто, чтобы мы бросили. Вот. Я хочу сказать, что мы видим участие общественности в том, что мы конкретно к приезду еще 4-х лап должны подготовить им списки волонтеров, которые помогали бы в уходе за животными в пункте передержки. А пункт передержки будет находиться на территории коммунального предприятия автотранспортная санитарная очистка по адресу улицы Черноморской шоссе 25, туда ходит 4-й микроавтобус, то бишь маршрутка. Вот. А также мы должны на карту города нанести стаи бездомных собак и указать контакты тех людей, которые могут помочь их отловить ручным способом, а не с применением обездвиживающих средств, дабы не тратить время на отлов этих животных. То есть стаи бездомных собак живут в одном месте, да? Одна стая в одном месте. Ну, во-первых, мы говорим не только о стаях, но и о одиночных собаках. Там мы уже посмотрим, что если порядка 3,5 тысячи бездомных собак в городе, а 4 лапы в лучшем, в самом идеальном случае, могут прострелизовать порядка 900, это лучше. Обычно это где-то 500-600 собак. То есть мы должны выбрать тех собак, которые непосредственно нам важнее всего для отловой и стрелизации, благодаря как учитываем лапу. А сколько в городе по статистике собак бездомных? 3,5 ориентировочно. Тысячи? Да. Это собаки, которые держат город? Это бездомные собаки. То есть тут даже не учитываются в принципе собаки, которые живут на предприятиях, потому что они не являются бездомными. Хорошо, а по проекту, я видел, вы будете клипсовать, да? Это не мы, это 4 лапы, чтобы было видно зрителям. Вот в таком виде выглядит клипса, такая маленькая, синенькая, синенького цвета. А если домашних тоже про клипсовать? Ну на самом деле проект предусмотрен на бездомных собак непосредственно, домашними вообще 4 лапы не планируют заниматься, ну и соответственно клипсовать их тоже не будут, потому что для этого нужно согласие хозяев. А сколько по статистике у жителей? А вот этого... Никто не знает. Учета никто не знает. Когда мы пытались ввести информацию по ЖЭКам, то это была просто пустая трата времени, у них зарегистрировано в каждом ЖЭКе, я не знаю, порядка там 200 собак. Но это как бы, понимаете, еще в лучшем варианте. А на самом деле там регистрируется меньше 1% животных, которые есть у людей. Ну по программе, целевая программа по защите животных, да, у нас в городе есть? Городская? Да, есть там целевая. Да, там по идее все должны своих собак, своих животных регистрировать. И не только. Но дело в том, что программа, она мертвая, она в 2010 году была принята, уже в 2014 году в следующем году, в следующем году она заканчивает свое действие, она так и не начала реализовываться. Поэтому, когда мы четыре лапы как бы умоляли приехать, просто умоляли, мы говорили о том, что если вы не приедете, наша городская программа так и останется, пожалуйста, бумажкой, не более. Хорошо. А волонтеры могут обращаться к вам? И как они могут найти представителей социализации? В данный момент они, как бы лучше им позвонить нам по телефону, мы запишем информацию, потом будем уже их направлять и корректировать, куда им лучше подойти и в какое время. От телефона где найти? Телефоны я могу продиктовать, можно найти, у нас сейчас выходит объявление в витрине и в визите, у нас выходит ролик на русском радио. Вот, мы еще надеемся еще подключить средства массовой информации, но это дополнительно мы сообщим в интернете, можно найти информацию. Вот, а телефоны могу продиктовать, в принципе, 050-545-6409, 050-988-8409 и телефон Кевстаровский 098-397-3378. Спасибо, я думаю, у вас будет много волонтеров. Мы надеемся. Да, но опасения, наверное, есть, да? Опасения, да, опасения у нас есть постоянно. Вот, самое главное опасение, что если все даже пройдет хорошо и проект 4-х ЛАП будет реализован в Евпатории, то после уезда, Борис, нас ждут те же проблемы, которые преследовали тему решения проблемы бездомных животных и до этого. То есть, допустим, программа не реализуется, да, проект карантинной площадки, который мы несколько месяцев пытаемся достать, вообще-то до сих пор мы не увидели, что там будет, и у нас как бы подозрение, что карантинная площадка плавно перейдет в приют, и, соответственно, будет нарушение законодательства. Непонятно, на что будет направлено 300 тысяч гривен, которые заложены на финансирование этой городской программы в бюджете на 2013 год. И пару слов я бы хотела сказать, что наши опасения усилились вчерашнего дня, поскольку вчера в газете в Патриархской здравнице, в коммунальной газете, вышла очень интересная статья, в которой говорится об опасности стерилизованных собак, об бессмысленности вообще их стерилизации. И этим самым газета, во-первых, противоречит сама себе и своим предыдущей неделе статьям о том, как хорошо, что 4-лапы приезжают и будут стерилизовать у нас бездомных собак. Во-вторых, вообще ставит под сомнение и городскую программу, и вообще все то, что мы делаем в городе, и то, что город сам буквально на прошлой неделе еще обещался делать и дальше. Спасибо. И с нами сегодня в прямом эфире была Ольга Рожкова, председатель Ассоциации защитников, Крымская Ассоциация защитников животных. И Сергей Сухобойченко, директор Института развития оперативных технологий и масс-медиа в онлайн-программе по диетрейтингу сектора. Спасибо и до свидания.